Видите, что мы делаем? Давненько я такой дурной работы не делал. Видно вам или нет разницу? Я когда зашла и все тут посмотрела, вот этот чистый участок, я своим глазам не поверила, что это можно убрать. Я думала, что он никогда отсюда не уберется. Очень быстро пылесос забивается. Буквально 2-3 минуты работы. Содержимое. Катастрофа. Каждые 2-3 минуты. Поэтому кто будет делать после нас? Плюньте. Или что-то расстелить. Расстелить и на этом работать. И каждый день эту плюенку собирать и вытряхивать. Но мы не могли расстелить, потому что если ветер, оно раз и все равно все рассыпается. Это бесполезный мартышкин труд застелать. Если бы надо было застелить, мы бы давно уже его застелили. Ну, тем не менее, сейчас пылесосить это не мартышкин труд. Ну, мартышкин. Ну, я же не думала, что у тебя так хорошо получится. Так я уже тут около часа торчу с этим пылесосом. Как на границе. Давай, давай, работай. Забился в ручке? Нет. В палке. Видно, какой-то кусок крупный попал. Нет, так у меня специально... А у тебя ж такое... А тут под нее никуда. Ой, не могу. Ну, у тебя все приспособлено, я вижу. Да. Вот так забивается, просто удинителю на пылесос. Ой, ну как чисто. Ну, я думала, это никогда не уберется. Мне так оно уже задрало всю эту грязь. Ты думала, а я сделал. А ты сделал, да. Вот видите, моя эта голубика. Полубику тоже выпил, пылесосил. Пропылесосил, да? Ой, молодец какой. Ты не видишь? Я думала, она такая есть. Все, уже полный резервуар. Видите, даже меньше минуты. Слушай, не пылесось пока, я хочу показать. Ну, я спрашиваю, что это у нас за здание. Это у нас гараж. Этот гараж сделал мой муж своими руками. Тоже не умел ничего выкладывать. Но потихоньку, потихоньку выложил. Зачем тебе эта шиферина? Зачем ты ее притащил сюда? Мы ездили прицепом, возили на этот гараж этот шлакоблок. Да, денег у нас было на весь шлакоблок не было, и мы ездили прицепом и брали. Да, наберем прицепик. Там где-то около полутонны мы брали. Наберем прицеп, привезу его, выложу. Когда выложил, поехали за следующей партией. На нас уже, когда мы приезжали, смотрят, они так мило улыбались нам. Да, как раз это попало на годы перестройки. Никто ничего не покупал. Производство почти остановилось, из-за того, что не было покупателей. А тут мы... Ой, цветы... Мы это и сделали, но тем не менее, вот так потихоньку кропали, кропали и закропали. Да, потихоньку и сделали гараж. А это бывшая дверь наша. Да, из киевской квартиры. Слушай, открой мне дверь, я пойду покажу, что внутри. Да нет, там же полно оранжево. Но все равно я покажу, людям будет интересно. Ключи мне свет. Ну так ключи свет. Так руку тебе надо дать, чтобы ты не грохнулась. Не надо мне давать руку, я не грохнусь. Да здравствует свет. Под ноги, под ноги смотри. Усти меня. Ну вот остатки у нас материала. Пять штучек ровных. И, к сожалению, есть в упаковках кривизна. Такие кривые плиты, такой-то ужас. Я напоролся пару раз, а потом, когда уже их постелил, пришлось счёсывать на стенки. Очень неприятное занятие. Ну так сколько их там у тебя? Но я кривые все пустил на углы, которые были по пятьдесят сантиметров. По полу обрезал, эта кривизна не была так видна. Ну почти не осталось. Вот это мы ещё доложим над крышей. Так это что? Пять листов таких? Где с листов осталось? То есть 70 метров мы купили, и 70 метров все уйдут. И остаток, посмотри какой-то. Тут практически остатка-то нет. Просто его нет. Понятно. Вот единственное, что с смесью ты взяла приличное количество. Это правда. Да не я взяла, они мне так рассчитали. Ну хотя, ещё ничего не понятно. Сейчас затяну ту стенку и увидим сколько останется. Точно так же ничего не останется. В итоге. Я думаю так, по идее. Молодец. Я так стараюсь, так стараюсь. Чтоб вечером покормили. А ты же понимаешь, что не так, вечером не ужина, не любви. Какая-то тебе любовь нужна. Пенсия. Ты в зеркало смотрел? Неземная. Выходите. Святого места гаража. Да, тут гаража я ничего не могу поставить. Даже ведро, которым я мою пол, не дай бог я его тут оставлю. Это вообще нонсенс. Нет, у нас просто гараж очень узкий. Все время, когда я хотел его буквально на метр расширить, когда вставил, моя любимая, великолепная, прекрасная теща, которых эпитетов найти не могу. Из-за вот этого ореха, вот его остал, не дало его сдвинуть сюда. Орех, естественно, сгнил. Естественно, он ушел, канул в лето. Но зато гаражик у меня вот такой. Из-за вот этого ореха. Ну, не из-за ореха. Ты все забыл выключить. А ты, а чего вы поприходили? Это тут присела. Всем привет. Мы сейчас собрались тут, как двору дурака, собрались вам рассказать про нашу качельку. Поседала и сидимо. Поседала и сидимо. Ой, наша любимая качеля. Как получилась вообще эта качеля? Значит, нам сварил мастер эту качелю, мы ее сделали. Но крыша у нас на этой качеле была, ну, из старого шипера, скажем так. Но когда нам мастера перекрывали здесь крышу, сейчас покажу вам. Вот эту вот нашу чудесную крышу перекрывали нам очень хорошие мастера. Видите, вот она. Это было лет пять назад. И остается... Какой это? А, вот эту, да. И вот, значит, когда они уже все сделали, собираются уезжать. Последний день у них. Я еду на работу прямо отсюда. А у меня остается один лист шифера. Вот этого металлочерепицы. Ну, и я им говорю, когда уезжаю. Ну, мальчики, сделайте мне какую-то крышу из этого остатка. Чтобы оно хоть как-то прилично смотрелось. А то у меня просто старый шифер тут. И он уже тек там. В общем, короче, надо было что-то придумывать. Я себе так сказала, уехала на работу. Приезжаю с работы и смотрю, а тут у меня шикарная крыша. Они поехали, докупили материал. И из этого листа сделали мне, видите, внутри сайдинга. Все так аккуратно. Мой умный муж повесил вот такую вот табличку. Зона отдыха. Релакс-зона. И вот мой. Второй. Релакс-зона твоя, да? Вторая. А ты будь, который целыми днями релаксирует здесь. Такие ледоцюги. Да. Точно. Как мы. Мы же тоже такие ленивые. Целыми днями только лежим. Ну, коты это вообще ледоцюги. Меня даже в некоторых случаях немного раздражают. Потому что целый день спит. Но это же вообще... А что ты хочешь, чтобы она тебе крышу делала? Так у них бака не отвалится. Вот, короче говоря, сделали они такую крышу. Но у нас эта качеля уникальна. Вот все качели, которые вы покупаете в магазине, честно, они не идут в подметки нашей качели. И сейчас вам мой муж расскажет, какой здесь есть секрет в этой качели. Вот встань и расскажи, покажи, какой здесь есть секрет. А можно посидеть и поведать? Не надо посидеть. Давай вставай и показывай. У нас тут есть секретик. Значит, что получается? Сядь дровно. Непременный атрибут каждой дачи это качель. Да. Непременный. Потому что с нее начинается уют. Ну и чудесное, вообще-то, настроение ежедневное. Дело в том, что вся эта качель, она была сварена со старых водопроводных труб. Знаете, которые выбрасывают? Просто выбрасывают. В чем заключается самая цимус этой качели? Это в том, что она сделана на подшипниках. Где эти подшипники находятся? И вот. Покажи еще раз пальцем, чтобы люди видели. Потому что некоторые спрашивают. Вот подшипники. Вот здесь монтирован подшипник. Совершенно. Вся эта качеля висит на этих двух подшипниках. И при этом всегда эта качель будет мягко колыхаться. Вечерняя колыханка такая. Ложись, продемонстрирована. Как ты хочешь. Как ты хочешь. И не будет никогда у нее рывков. Знаете, как бы вы ни на чем не вешали. Ни на цепях, ни на тросах. Все равно лучше, чем подшипник, нет. Как для себя делать только его. Ложиться таким образом. Вот кот лежит. Видите? Вот я стою. Я так иду. И жена меня сильно наругала. Я так иду, 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 иду. Раз. И кота нет. Кстати, у нас два кота. Кошка ей все равно. Она будет качаться с вами. А вот кот у него плохой вестибулярный аппарат. И он моментально соскакивает. Какая-то колыханка. Вот я лег одним движением. Видите, как она колышется. И она будет еще колыхаться, так и колыхаться. Да. Но главное, что она не ломается. Вы ее не можете сломать. Понимаете, к нам, когда приезжает сын с невесткой, они вдвоем ложатся на эту качельку. И говорят, что в этой качеле только один недостаток. Какой-то. Надо было сделать ее как двуспальную кровать. Чтобы они просто здесь улеглись вдвоем. И лежали целый день. А так они умещаются на этой маленькой качельке. Но мы вдвоем, если остаемся, мы не ссоримся. Ни с котами, ни друг с другом. Происходит у нас как? Мы не ссоримся почему? Потому что если я хочу лежать на качельке, то муж сразу встает и уступает мне место. Поэтому мы не ссоримся. Единственное, что я не предугадал, это нижняя часть вот эта. Она все-таки сын. У меня мальчик не в руку. И невестка. Худенькая, тоненькая невестка. Да, невестка. Когда они ложатся в одну точку, нижняя часть провисает. Вот ее мне надо усилить. Что-то подложить каким-то образом. Или приводить эту. Хотеть, чтобы она не становилась такой духой. Скажем вот так. Это единственный минус. Ну честно, на нашей даче нету вещи лучше, чем эта качелька. Она всегда востребована. Всегда. Кто бы к нам не приходил. Да, кто бы действительно. Это такое священное место. Да, но мы тоже его очень любим. С трудом можно сказать, любим ли мы качели. После той красивой проповеди, которую мы устроили. Так что делайте себе качели. А мы, видите, собрались вам снимать видео. Уже смеркается. Скоро ночь будет на улице. Но кто-то пылесосит, кто-то готовит, кто-то видео снимает. В общем, короче, у всех есть дела. Нет у нас дела только у кого? У котов. У котов, да. Коты это наши главные хозяева. А теперь всем пока. До побачени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok